Вот вышло солнце и как раз сейчас павильон Индонезии, который выглядит вот так, наполняется очень ярким светом. Да, кстати, вот я увидел, что на потолке определенные цифры, знать бы еще что они означают. В общем, что здесь есть, вот формально, что я вижу? Вот боксы из стекла. В каждом из этих боксов один или несколько объектов. Сверху написано либо слово, либо фраза. Некоторые в кавычках, некоторые нет. И вот тут в углах еще дополнительные слова и номера. Соответственно, возможно, это как-то связано с тем, что надо читать в соответствии с этими цифрами. Но я не уверен, что эти цифры меняются. Более того, я уверен, что они все-таки статичны. Короче, непонятно. В каждом боксе есть вот такой вот элемент. Снизу слева и снизу справа. Я хочу на видео это просто показать. Лифт номер 147. Что это означает? Написано, входи, человек, рассказывающий. Лифт номер 147. Пут номер 108. Хорошо, хорошо. Ну, то есть, здесь есть какая-то, наверное, система. Возможно, имеет смысл подойти и спросить об этой системе. Смопридимя. Ну, вот, включился какой-то механизм и начинает работать мельница. Интересно, изменится ли сейчас что-то с павильона? Или ничего не изменилось? Ну, наверное, ничего не изменилось. Так. Хорошо. Что дальше? Дальше здесь такой стеклянный бокс. Ой, не бокс. Чуть не упал. Написано латинскими буквами, но язык не разобрать. Так. Ну вот. Здесь, наверное, будет видно получше. «Я» — это те все города, которые я посетил. Какая-то поэтическая строчка. «Счастье» — это не идеал разума, но идеал воображения. Подписаны слова. «Happiness», «reason» и «imagination». Ну да, я все-таки предполагаю, что должна быть какая-то система, согласно которой можно почитать. Может быть, здесь вот я вижу столик с брошюркой, которую стоит взять и почитать просто. Ну, тут дофига текста, я даже не знаю. Но надо взять однозначно. Да, эта брошюрка разворачивается в такой, как бы, проспект. Ну вот, да, есть что-то здесь почитать. Мы очень будем. Интересно, на английском или на итальянском? В любом случае, надо взять. Ну, не знаю, как по мне, работы проделано достаточно много. Это явно один из тех павильонов, которые требуют больше времени, чем ты тратишь обычно. То есть, да, здесь визуально красиво. Вот я еще раз это показываю, но тут не в визуале дело. Некоторые люди знают больше, чем другие. Воспринимая вымышленного посетителя. И какая-то книжка лежит. Туманная идея души. Ну, не скрою, мне нравится работа, где присутствует работа с языком, с текстом, с книгами и так далее. Но хочу подчеркнуть, что у этой конкретной работы есть такая сильная визуальность. И вот на видео плохо видно, но эти стекла, они светло-зеленого цвета и ощущение погруженности в жидкость есть. Что эти все объекты, они как будто бы погружены в морскую воду. Да, вот сейчас это будет видно получше немножко, потому что с этого ракурса не так свет падает ярко. Так, ну и какая-то техническая приблуда загадочная. Тоже, я вижу, что здесь. Я вижу Ардуино. И что здесь мы можем сделать? Ну, просят набрать число от 2 до 179. Так, еще раз. Инструкция. Прочитайте это. Оно не читается. Хорошо. Надо набрать несколько цифр. Окей, хорошо. И после каждого числа набирать решетку. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Значит так. Нет, давайте я сейчас сделаю на паузу поставлю. Не знаю. Вот. Продолжение следует...